Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. В этот день церковь предлагает для нас Евангелие от Матфея, 12 главу, с 38 по 45 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодеянный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Не невите не восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. «Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, сегодняшний день слышим мы с вами. Формально можем разделить представленный для нас в сегодняшний день евангельский эпизод на две части. Во-первых, здесь Господь говорит о знамении Ионы Пророка и Царицы Савской, пришедшей из далеких пределов послушать мудрости Соломоновой. Начнем с самого начала. Фарисеи обращаются ко Христу, опять же, преследуя какое-то свое лукавство. Говорят ему Учитель, хотя понятно, что они его за Учителя и за Рави вообще не считали. «Хотелось бы нам видеть о тебе знамение». Один серьезный момент и одну серьезную ошибку, которую допускают вообще фарисеи, ну и вообще в целом люди, которые обращаются ко Христу, они ищут и хотят видеть Бога, ну скажем так, в каком-то необычном, неестественном свете, даже может быть ненормальном каком-то. И забывают то, что Бог чаще всего ближе к нам в самых простых повседневных вещах. И вот через самые обыденные вещи нам Бог открывается максимально близко, и вот в самых обычных и простых вещах мы можем с Ним максимально близко столкнуться и соприкоснуться. Но вот фарисеи ищут от Него знамение, они хотят видеть вот того, о ком нарисовало их представление и их ум. Знамение, всякий раз они ищут знамение. Разве мало чудес совершил Господь для них, показал им великие знамения и чудеса, и исцеления, но они продолжают искать некого знамения. Господь называет их родом лукавым и прелюбодейным. Понятно, что слово прелюбодейство и прелюбодейные не нужно понимать буквально, здесь оно имеет значение изменника или отступника. То есть они постоянно пытаются искусить его с одной стороны, с другой стороны, всякий раз созерцая некие чудеса, знамения, вот эти величайшие события, они продолжают сердцем не верить Христу, не верить. Господь говорит им, знамение не дастся вам, кроме знамения Ионы и Пророка. Как Иона был во чреве какие-то три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Понятно, что здесь Господь говорит о своих будущих страданиях, о смерти и воскресении, которое совершилось на третий день. Вот это знамение Ионы Пророка, с одной стороны. Дальше идем по тексту. Буквально Господь говорит, вы ищете и требуете знамения, и Он говорит, что Я есть Божье знамение, но вы не могли и не можете узнать Меня. Почему здесь речь идет о Ионе, о жителях Ниневии и о тридневном пребывании во чреве Кита Ионы? То есть здесь очень, скажем так, глубокая связь. С одной стороны, речь идет о воскресшем Христе, о Его воскресении, тридневном пребывании во гробе. С другой стороны, Господь говорит о том, что вот Ниневитините, Ниневитины, они проповедь Ионы и предупреждение Ионы приняли, приняли. И Господь говорит, но Я больше здесь Ионы, Я большее знамение для вас. И дальше речь идет о царице Савской, которая узнала в Соломоне Божью мудрость. И Господь говорит о себе, что Я здесь большая мудрость, что здесь больше Соломона, но вы не хотите видеть и чувствовать Меня. Вот здесь какой смысл сокрыт вот в этом евангельском отрывке, вот в этих словах Христа, сказанных этим людям. То есть Он обличает их в том, что они будут, обличая бы жителями Ниневии, которые увидели и поняли и приняли Божье знамение в Ионе. И царица Савская, которая увидела мудрость Божию в устах Соломона. Но вы настолько слепые и настолько глухие, что не можете слышать и видеть предостережение, которое Господь говорит им. А в чем предостережение? В том, что если не покаетесь, если не примете, то все так же погибнете и погибнете вообще в целом. Потому что вот есть только единственная спасительная вещь, все остальное оказывается погибельным. Более того, фарисеи настолько противятся и по своей гордости противятся Христу, что они вообще, в конечном счете, замышляют против Него злое. Итак, второй момент. С 43 стиха по 45. То есть, условно говоря, некая вторая часть вот этого Евангелия. И мы бы, наверное, обозначили ее вот следующим таким наименованием, как опасность пустого сердца. И так далее Господь говорит о том, что если нечистый дух выходит из сердца человека, он бродит, ищет для себя место, куда бы ему прийти. Но такого места не находит, и возвращается обратно, и видит горницу, усланную, выметенную. И он идет и находит еще семь злейших себя, и они возвращаются обратно. И для этого человека оказывается последняя хуже первого. В чем же смысл этой ситуации? Вот в целом в этой сжатой и маленькой, скажем так, и жуткой даже, мы бы сказали, притче открывается для нас фактически целый мир практических истин. И самое главное, истина, которая доносится до нас из этого небольшого отрывка, заключается в том, что необходимо не просто очистить свою жизнь от порока, но надо привить в своей жизни еще нечто доброе. Вот в чем, собственно, смысл христианской жизни. Не просто там борьба с грехом, не грешить, ничего не делать, но совершать что-то, совершать добродетель. И всегда остается истина в том, что дьявол найдет какую-то проказу, некую проказу, скажем так, для праздных рук. То есть нельзя просто находиться в некой праздности и думать, что ты пребываешь добродетелей. Это, конечно, полная чушь. И если из жизни, из своей жизни устранить какое-то одно занятие, в целом, греховное или какую-то греховную привычку и страсть, то оно должно быть заменено чем-то иным. То есть направить все свои усилия к совершению добродетели. И наша цель, цель жизни христианской, не просто свобода от порочных занятий, а жизнь, заполненная доброй работой для Христа. Вот в чем, собственно, заключается смысл христианской борьбы с грехом и одновременно с этим совершение добродетелей. Пустая и устанная горница – это очень хорошее место для того, чтобы в ней поселилось еще больше злых духов, чем нежели мы бы могли изгнать из своего сердца хоть одного единственного. Поэтому очень опасно быть с пустым сердцем. Если мы с вами хоть сколько-то пытаемся бороться со своими страстями, мы должны запомнить, заполнить вот эти пустоты своего сердца добродетелью, добродетельной жизнью и совершаемым благих дел во имя Христова. И тогда вот такого в нашей жизни не случится никогда. Ну что же, сегодня мы читали с вами, дорогие братья и сестры, Евангелие от Матфея, 12 главу, с 38 по 45 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok